Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». И сегодня мы будем читать 14 главу этой книги. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте надрезов на теле твоем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим». В этой главе запрещение нарезов на теле, выстригать волос в знак траура по обычаю язычников, повторение закона о чистых и нечистых животных и о второй десятине. Итак, местноязыческие народы, они выстригали волосы над бровями, то есть делали такую плешь в память об усопших. Это запрещается. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Собственным, то есть отличным, то есть чем-то непохожим. Как апостол Павел пишет в послании к римлянам, «И не сообразуйтесь с веком Сим. Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоенные копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жувачку, того ешьте. Только сих не ешьте из жующих жувачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоенные, не чисты они для вас». Вот, кстати, запреты на тушканчиков, на зайцев в Средневековой Руси были очень серьезные. И свиньи. Вот свинину, правда, ели. Запрет свиньи в пищу в землях Ханаана именно свинину приносили в жертву языческим богам. На Руси этого неизвестно, чтобы языческим богам приносили в жертву свиньи. «И свиньи, потому что копыта у нее раздвоенные, но не жует жувачки, не чиста она для вас, не ешьте мясо их, и к трупам их не прикасайтесь». Кстати, этот запрет не запрещает использовать кожу свиную для изготовления ботинок, книжных обложек и так далее. Также и у евреев, и у мусульман такого запрета нет. Запрета вкушать. У нас нет такого запрета у христиан по поводу свиньи. «Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте, нечистые – это для вас. Всякую птицу чистую ешьте, но сих не должно вам есть. Из них орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породы их – это то, что нельзя есть. И всякого ворона с породы его, и страуса, и совы, и чайки – тоже запрещено. И ястреба с породы его, и филина, и ибиса, и лебедя». Вот на Руси лебеди ели, хотя здесь в запрете. «И пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породы его, и удода, и нетопыря. Все крылатые, пресмыкающиеся, нечисты для вас, не ешьте их. Всякую чистую птицу ешьте, не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах ваших, отдай ему, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты, народ, святый у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Мы уже встречали этот запрет. Это верх цинизма – варить козленка в молоке, которое его матери предназначалось именно для него. Значит, это запрет любых форм цинизма. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там, приноси десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Место, которое изберет Господь, я уже часто повторяюсь, это храм. «Если же длина будет для тебя дорога, то есть до этого места, до храма, так что ты не можешь нести сего, то есть десятую часть от того, что заработал, вырастил, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, и чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой, и благословит тебя, то есть это место особое, там Господь положит святость имени своего, и Он все равно будет тебя благословлять, если у тебя было намерение, но обстоятельства не позволяют. Или другое решение, то променяй это на серебро, то есть вот все, что ты вырастил, десятую часть, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой». Ну, понятно, что деньги нести легче, чем перевозить товар. «И покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера, и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». То есть ты не перевозишь свою пищу, там, для десятин, для устроения праздника, а ты продаешь, потом прибываешь, покупаешь, и как свою, жертвуешь на храм, кормишь людей, делаешь праздник вместе со своим семейством. «И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою». То есть и о священнике подумай. «По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих от того года и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец». Пришелец – это иноземец, иностранец. «И сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». То есть ты проявляешь заботу о других людях, ни твоего колена, даже ни твоей нации, о сиротах, о вдовах, а Господь позаботится о тебе. И не дай Бог, тебя не станет, твоя жена станет вдовой, одеть сиротами, Бог их не оставит, зная, как ты заботился о вдовах и сирых. Субтитры создавал DimaTorzok